С нового года оценивать степень повреждения автомобилей в дорожно-транспортных происшествиях будут страховые компании. Сейчас эту работу делают независимые специалисты. Страховщики уличили их в сговоре с клиентами и решили вытеснить с рынка. Между тем, автолюбители не уверены, что по новым правилам оценка будет объективной. Подробнее расскажет Нургали Карабаев. С 1 января следующего года автовладельцы, попавшие в ДТП, не смогут вызывать независимых оценщиков, чтобы измерить нанесенный ущерб авто. В закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности автовладельцев внесены поправки. И отныне оценивать вред от аварии будут сами страховщики. Оказывается, оценщики часто вступали в сговор с автолюбителями и завышали стоимость ремонта. Это способствовало развитию страхового мошенничества со стороны недобросовестных оценщиков. У нас есть материалы, когда оценка одного и того же имущества отличалась до 400%. Оценщики не отрицают наличие договорных схем, но таких случаев немного. Парируют они и с уверенностью говорят, что новая схема оценки будет на руку только страховщикам. В проигрыше окажется потребитель. Страховые компании, как и любая компания, будут действовать в интерес к себе. Мы много раз сталкиваемся, что машина новая, она 2014 года. Заказчик, например, потребитель, он обязан оценивать машину и ремонтировать машину именно в салоне. Бывают такие случаи, что страховые компании не выплачивают в полной мере эту сумму, потому что они считают ее завышенной. Но мы считаем, что это неправильно, потому что в полной мере, когда мы оцениваем именно машины новые, по гарантии, выходит именно такая же сумма. Некоторые автовладельцы тоже сомневаются в объективности такой оценки. Так выгоднее, чтобы страховая компания с нами приехала, что я оценила. Так скажем, заинтересованность занизить цену, чтобы не выплачивать. Ну, своих интересов, конечно, будет. Тем временем, страховщики уверяют, что занижать оценку не смогут. Будет единый документ, по которому оценку будут производить и страховые компании, и в случае, если выгодоприобретатель будет обращаться к услугам независимого оценщика, и оценщики по этому документу тоже будут вынуждены, обязаны проводить оценку. То есть на сегодняшний день этот процесс будет жестко регламентирован, и разницы в оценке, в принципе, быть не должно. Если автовладелец не согласен с суммой оценки вреда, проведенной страховщиком, водитель вправе обратиться в суд и опротестовать сумму. Но если не хочется нести судебные издержки, тогда можно пойти к страховому омбудсмену, который рассмотрит спор бесплатно. Бесплатно. Бургали Карабаев, Данья Ржусупов, Информбюро, 31 канал.